VS Fighting 12. Это турнир, который проходит в Бирмингеме. Вообще, это, может быть, и не самый крупный ивент по файтингам в Европе, потому что есть та самая крупная, которая считается за миксап все-таки, но один из самых крупных, и то, что он уже 12-й год проводится, ну, это как бы немало. То есть, соответственно, есть миксап, есть Ultimate Fighting Arena, то есть, есть несколько таких ключевых европейских турниров, и вес файтинг является один из таковых. Напоминаю вам, что в ТОП-24, в ТОП-24 по Венерам вышли Мульгольд, Черебери Манго, Какома, Рангчу, Раев, Мангджай, Кингрей. Так, Пол Узерам, там вышли Кинг Джай, Син, Сефи Блэк, НРС Сайлент. Так, все, ребята там размялись, судя по всему. ДФП, Неон Кай, Тай, Кейски, Айу Рич, Тетсо. Кейн и Трэндж пока еще играет в ТОП-64, насколько я понимаю. Ну что ж, Рангчу против Раев, матч за выход в ТОП-8, ТОП-8 будет играться завтра. Начнет ли Рангчу с Кумы, либо с Лидии? Мы не первый раз видели, что Лидии начинают, потом на Куму пересаживаются АМК-1 тут тоже есть, да. Тоже есть, но там не так много прям именитых игроков, что понятно, потому что сейчас нет никакого про-компетишена. Ну что, погнали, погнали, друзья. Ох, господи, сразу с Хит Энгейджера начинает Рангчу. О, Электрик. И ломает стеночку, бам, не стал ломать, кстати, Рангчу, он предпочел сделать... Ох, Хит Смэш. Он предпочел сделать гарантию жопой. Так, первый раунд быстренько так прошел в пользу Рангчу. Джеб-джеб. Ох, Леща прописал. Очень быстрый хай. Ну, хеллсвипы. Хеллсвипами Маша Рангчу. Окей. Так, много чипует. Лоу, джеб-джеб. Пауэркэш перебивает. И... Хит Бёрст активирует Рангчу. Хидэш. Плюсы. Еще плюс. Ой-ой-ой, хорошо. Д-1 всаживает Рангчу. И как присел под этим хаем. Это очень быстрый, такой очень опасный хай у Кумы. Но, видите, это все-таки хай остается хаем. Отсет степил вправо. Найс. И... Как же... Как же степит РФ? Здорово. Ха-ха, Хит Смэшем. Забрал с воздуха, поэтому не так много дамага от Рангчу. Лоу, лоу. Ах, почти завив панишал. Чуть-чуть бы раньше. Хеллсвип. Мид. И... Пауэр Краш. Да. Хоп-кик садить попытался Раеф, но... Пауэр Краш. Ой-ой-ой. Найс. Хит Бёрст. Активирует. Оп-оп-оп. Ох. И удар жопой. Хит Смэш еще. Господи, как же ошибается Раеф-то. Читает Рангчу, в какую сторону будет сет-степить Раеф. Один-на. Ну, так читает уже неоднократно. Ха-ха-ха-ха. Второй бой. Чудо. Ну, вряд ли он, конечно, Джина будет менять, все-таки это лоялтий игрок. Он ли Джин и всегда Джин. Раеф один из самых опасных Джин-плееров в мире. Но не самый сильный прям считается в мире, но один из это точно. Лоу, лоу, машет Рангчу. Хит Бёрст активирует. Ой, вифает. Но не был готов Рангчу панишить. Не достал. Тик. Хеллсвип. Опять. Опять это стойка. И за хайкрашем. Читает джебы Рангчу. Каждый раз залазит. Так нормально. Хит Энгейджер. Проезжает. Д4. Лоу. Наказывай. Есть наказание от Рангчу. Лоу. Еще лоу. Д2. Хит Бёрст. А, нет. Отсайд степпил Раев. Ага. Так, на стенку кладет. И отличный паниш. Великолепный. Наказывай. Прекрасный, прекрасный. Помлочил этот Хеллсвип, наказал Раев. Очень аккуратно на стенку положил. Но, видите, не хочет терять эту стену, поэтому мол, хороший сетцеп и показывает Раев. Хит Бёрст активирует Рангчу. Ммм. Так. Так. Ахаха. Все-таки пропустил Раев. И Хит Смэш есть. Ммм. Так, гарантия. Хит Смэш вот он. Плюсы. Бросок рвет Раев. Все, перетерпел. Хит Бёрст теперь он активирует. И на стенку положил. А там и бомба рядом была. Убивай. Все четко. Раунд за Раев. Первая суперка, которую мы увидели в Текине 8 в трейлере. Хе-хе-хе-хе-хе. Как Джин пафосная. У него там вырастает одно крыло. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Найс. Отличный лопэринг. Но на Мортал Комбат здесь, на самом деле, на этот турнир записалось на VS Fighting достаточно большое количество участников, с учетом того, что это не является там про-компетишн-ивентом и так далее. Ой, бросок не рвет. По-моему, там 50 участников. По меркам Мортал Комбата 1 это много, потому что в последнее время там, если посмотреть последние турниры, то там 10 участников было, 20 там, ну максимум. Сейчас 50. Да, 50 много, я согласен. То есть уже надо отвыкать от тех цифр, которые когда там в МК-11, помните, участвовало там 300 человек, 200 человек. Нет, уже отвыкайте от этих цифр. Сейчас 50, это считается много для МК-1. Но просто пока что... Вау. Пока что НРС не объявили о про-компетишн, и пока не объявят, ну больше участников и не будет. 50 это прям очень много считается. О, господи. Причем именитых там раз-два и обчелся. Там только Фокси Громпада, Видеогеймс, Йо. О, господи. О, угу. Кантер-хит. И есть конферм от Раефа. Чуть-чуть поторопился ранг-чуй. Посмотрите, сколько хп уже восстановил себе. Раеф неплохо. Неплохо. Ух, хороший конферм прям. Хидэш плюс. Ну и попробуй поугадывать. Окей. Комбеск от Раефа. Хэлсвип все еще продолжает делать ранг-чуй, несмотря на то, что пару раз это люлей получил больно. Угу. Стенка. Хороший волк-склад. Оп. И снова прессинг от Раефа. Второй удар. Не присаживается ранг-чуй. Пропускает хит. И, господи, чуть-чуть хп остается. Паниш и зарядил он. С плюсом на блоке. Перебил пауэркраш. И хитберст на хитберст. Найс, Раеф. Хорошее решение для того, чтобы не терять инициативу. Это матч-поинт для Раефа. О-хоу. С хит-енгейджера начинает ранг-чуй. А-д-1 от Раефа. Оп. Д-2. На такой дальней дистанции достал Раеф сейчас. Волк-раш. Волк-раш второй. Еще плюс. Еще плюс. Господи, не садится под хаем ранг-чуй, кстати. Ага. Паниш. Нету паниша Раеф. Как так упустил? Есть наказание. Воснаги 4. Хороший сайдцеп, но нет наказания. К сожалению, опоздал. Хитберст активирует. Ага. Так. Так. Для 4. И... Ой-ой-ой! Как этот лаунчер контр-хит пропускает сейчас Раеф. Раеф. И убивает ранг-чуй. Да, эта жопа гарантии много снимает. А еще и под рейджем, ко всему прочему. Трейд. Второй удар. Да, был близок к тому, чтобы забрать уже матч Раеф. Но тем не менее. Д1. Хорошо. Хитберст. Ах, не достал на паниша. Че, слишком далеко. Так. Д4. Лоу. Перебивает пауэр-краши. Угу. Заряжает плюс. Хеллфим он достал. И хитберст мимо. Но нету паниша Раеф. Он опоздал с панишем. И электрик. Ой-ой-ой. Это смерть. Это смерть. Угу. Хидэш. Убивай. Найс. Матч-поинт для обоев. Файнал-файнал раунд, друзья. Вот это матч. Ух. Окей. Вау. Как почувствовал буквально Рангчу эту дистанцию. Он почувствовал ее. Вы видели, какой шикарный вих паниш был? Боже мой. Он держал эту дистанцию. И вы посмотрите, что делает. Чаржит. Так. Есть контр-хит гарантия. Ага. Хитберст активирует Раеф. Хит смеш. От Рангчу. Поблочено. Не стал миксапить Рангчу. Паста. Так. Волк Раш. Д4. Ох. Хорошо перебивает. При помощи Д1. И. Так. Так. Ой-ой-ой. Чуть-чуть не вижу. Вау. Сайд степ. От Раефа. Хорош Раеф. Ух. Хорош. Ну че, друзья. Таким образом, Раеф выходит в топ-8 по Венерам. И. На сегодня он заканчивает свое выступление. И уже будет играть завтра. Ну а Рангчу спускается в лузера. Какой близкий матч был. Он с технической стороны был красив. Прям очень красив. Хух. Ну Раеф, конечно, сохранил хладнокровие в такой ситуации. Непростой. Совсем прям непростой. Но молодец. Прям сильную игру показал Раеф. Меж тем, Гусейн выбил лузера шизофреника. 2-0. Жаль, что нам этот матч не показали. Наверное, шизофреник там тоже веселую фигню творил. Как он это делал в первом бою. Но, тем не менее, Гусейн его выбил. И вышел против Кокомы в топ-24. Да, один из лучших боев, кстати. Я согласен. Хороший Раеф и Раеф, хороший матч показали. Кстати, шизофреник вышел на Тетсу по лузерам. Тоже бы посмотреть этот матч, но не судьба. Этот матч идет вне стрима. Там, кстати, вне стрима Сифи Блэк играет против Кейн и Тренча. Син играет против Кинг Джая. Ну, то есть, такие интересные матчи идут. Но они в лузерах, поэтому на стрим не попадают. Тай, Тай в лузерах. Пока что в лузерах. Вроде бы, играет. Какой впереди нас ждет следующий матч? В топ-8 пока еще никто не прошел, только Раеф. Это потому, что первый матч за выход в топ-8 был. Наверное, мы увидим матч Кинг Рея против Мангджи. Нет? Нет, этот матч мы увидим. Пока не знаю, какой матч мы увидим, но, тем не менее, ожидаем. Ранг-чу при этом. Возможно, кстати, он встретится против Кейски, либо Айо Ричи. Ну, то есть, в зависимости от того, кто из них там выйдет. Либо, кстати, степсу. Но если, конечно, там шизофреник вообще включит какую-то суперигру, то и с шизофреником. Но для этого шизофренику надо аж два боя выиграть, что, ну, с учетом его соперников кажется чем-то нереальным. Ну, ладно, не будем торопить события. Кстати, что интересно, да, здесь еще и параллельно где-то там проходит турнир по текенболу. Ну, то есть, комьюнити ивент, сайд-эвент. Там тоже свои техники, свои тактики есть, читерские. Ну, это так, развлечение. Понятно, что это не основной, это самый режим, но, тем не менее, то, что игре уже там несколько месяцев, и об этом режиме до сих пор не забыли еще люди. Кто-то доиграет, говорит о том, что все-таки он более интересен, чем этот боулинг, который вообще никому не был интересен в текен 7. Как только он вышел, помните, там все забыли сразу же про этот боулинг, как будто его и нет. И WC, и LCQ начинаются через 40 минут. Ну, что-то пауза как-то задерживается. Я напомню вам, что по Венерам мы будем смотреть матчи следующие. Это Мульгольд против Черебери Манга, Гусейн против Какомы и Кенгрей против Мангча. Это именно Венерам. По лузерам отмечены на стрим матчи Кейски против Айоричи, Неон Кай против Ди Эфпи. Сейчас идут матчи по лузерам Син против Кинг Джая, Сэйфи Блэк против Кейна Эн Тренча, НРС против Сайлента, Дабл против Хром Эл Кея, Тай против Зарнаба, Кейски против... Шизофреник против Тетсу. То есть эти матчи идут сейчас прям параллельно. Интересно, что у них какие-то проблемы возникли, что вы видите. Мы очень долго ожидаем. Если у них 20th спор, maybe even 24th, gets 560 points, they are flying. Очень много. Обязательно, что у них есть что-то, что они уже имеют мастер-эвенту на стримах. Так как это работает, вы получите топ-2, топ-1 в мастер-плюс, топ-2 в мастер-эвенте, 3 в мастер-эвенте, и 4 в додос. Это сразу же your best результат across the board. То есть если вы уже есть, если вы уже seeing, давайте ещё если вы пойдёте в мастер-эвенте, может быть 50 requests по каждому, то один из вас будет распространять от вас по удасту в дошке. Так что это самое, что у него есть, вы не можете уйти, у меня лимит, ты не можешь уже работать, вы не будете больше и больше и больше, и вы можете помочь. И это просто ваша уйти, то есть вы習л чтобы отлично переработиться и выполнить на этом. Да, абсолютно. Если вы доисburnся больше информации, о том, что у нас будет регулярно, идите на технан.worldтур.ком. И вы можете увидеть все эти правила, все эти события, которые происходят, и обновленный лидер-борд. И, да, идите туда, посмотрите. Это интересный читатель, читая все эти правила и что-то. Да, это все, это все. Я имею в виду, как всегда, у нас есть правила, регуляции, регуляции. Призовой фонд, это участие в eSports World Cup. Вот тебе и призовой фонд. Почему LCQ не стримишь? Ну, очевидно, потому что нет разрешения, поэтому и не стримим. Все очень просто. Было бы разрешение, стримил бы и поскольку его нет, то, как видишь, не стримим. Но что-то прям пауза дотягивается, я не знаю, что у них там случилось такого серьезного, но что-то случилось, видимо, раз они все затянули. Я не знаю. Я не знаю. Параллельно вы постримил нельзя. Но, ребят, вы что, хотите, чтобы я канал потерял? Если, если хотите, чтобы я канал потерял, то есть, как бы, то можете вообще мне посоветовать там постримить какому-нибудь лигу, не знаю, лигу чемпионов по футболу там или что-нибудь подобное. Я так гораздо быстрее потеряю канал. Я не хочу терять канал. Если вы хотите, чтобы я потерял канал, то, конечно, но я не хочу этого. Но если ты и не знаешь, то я этот, а что такое, почему подвисает так сильно? Такое чувство, что они что-то там делают со стримом, потому что, ну, он прям подвисает постоянно. Что это фигня? И при этом, ну, матч-то не начинается. Он подвисает, но матч и не начинается. Такое чувство реально, что что-то они там чинят. Вот, видите? Это очень странно. Прям очень странно. Что-то топ-96 все нормально шло-шло-шло-шло, а теперь начало зависать. Что за фигня? Так, ребят, мне что-то это не нравится. Мне это совсем не нравится. Ну, смотрите, просто через каждую пару секунд зависает все. Сейчас надо перезапустить. Или что-то у меня с интернетом не то случилось? Так. Погодите, ребят, что-то не то. Что-то, что-то не то. Ну, перезапустил, не знаю. Ну, видите, странно, что они, так сказать, так долго что-то там расчехляются. Один бой нам показали в топ-24 и все. И просто сейчас уже минут 15 они сидят и беседуют. Ничего не происходит на стриме. При этом так подвисало. Между тем, уже сыграли в лузерах, кстати. Син выбил Кинг Джая. Кейн Эн Тренч выбил Сефи Блэка. Даббл выбил Хрома Элкея. А, вот он говорит, есть технические проблемы какие-то. Какие-то люди чувствуют? Эй, как люди чувствуются? Как все люди чувствуются? Какие-то есть технические проблемы, из-за которых они не начинают. Да? Хорошо. Мы можем сделать это лучше. Мы чувствуем, как у нас будет Украина в топ-8 сегодня? Так. И Син против Кейн Эн Тренч сейчас играет в лузерах. Исмейл, ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ Ну, отвечая на твой вопрос, да. А, так, ну, я думаю, что они парочку матчей из лузеров-то уберут, потому что, ну, в этом того, что сейчас пауза вот эта вот идет, это не ездит. Я говорю тебе, он любит делать это, ребята, он только играет в хумбл сейчас. Вдите к ним и скажите, «Эй, мой имя — Сэм». Ты не смотришь. Тай сейчас играет против Зарнаба, Шизофреник играет против Тетсу, это все идет сейчас параллельно. НРС против Сайлента, но НРС, я так понимаю, это единственный пакистанский плеер, который здесь присутствует. На вес файтинга, имеется в виду. Все остальные пакистанцы, они все там, на ЛС Чанс Квеллифе и Спорт Ворд Капа. Там очень много пакистанских игроков. И там, кстати, четверо игроков вышли в топ-8. И теоретически, теоретически, все четверо игроков, они могут взять слоты, поскольку там слоты — это топ-4. То есть они могут реально взять все четыре слота. И также, теоретически, там один игрок из Пакистана точно берет слот. И, короче говоря, там так же может быть, что от 1 до 3. Ой, наконец-то, что-то начинается. Господи, ты боже мой. Мульгольд против Черри Берри Манго у нас играет. Напоминает Драгунов против Джин Плеера с ответственным. Второй четверть в финал венеров. Матч за выход в топ-8. Все, что-то еще есть. Все еще есть. Ричи, как же. Знаете, вера-вера. Они все еще приводят в игре. И есть, наверное, люди, которые я не забыли. Потому что, как я сказал, я не забыл отбор. Может быть, я собираюсь взять мой лаптоп для следующего шефа. И я у меня все мои даты. Поехали, Филин. Поехали, Филин. Мы видим. Да, мы видим, что-то есть. Мы здесь, что-то есть. Извините за декор. Иногда это происходит. Мы живы. Все идет. Топ-8 ЛЦК нет, не буду. Нет прав на листе. Ну че? А, нет, смотрите-ка. Мульгольд за Фенга. Решил Драгунова не брать на этот бой. Но, на самом деле, это не удивительно. Потому что игроки из команды KDF друг против друга. Иногда, ну как бы, весьма неожиданно выбор берут. Просто потому что они хорошо знают друг друга. Играют постоянно друг с другом. Их хотел завив панищить. Красиво мой гольд. Мне тут-то было, не получилось. Электрик. Череби реманга. Пресет. Ох. Лоу. Еще лоу. Еще лоу. Кенпо использовать. Угу. Так. Видите, какую дистанцию держит Череби реманга, чтобы достать. Ой, отлично. Как встречает мульгольд. Это чтобы достать этот кемпо в случае необходимости. Ага. Хорошо. К стене подвел сейчас мульгольд. Хит-дэш. Так. Пораним три. Угу. И еще и дейф-кик. Лоу. Ага. Найс. Кемпо использовал сейчас мульгольд. Отлично сработал Ану. Почувствовал эту дистанцию. Что пора. Так. Джеб. Угу. Мид. Окей. Д4. Оу. Пауэркраш. Хорош. Отлично. Дахнул Черебери и отлично запанишал. На стенку положил. Ну прям агрессивно. Агрессивно очень Черебери. Хорошо. Порвал бросок. Ах. Почти достал на паниш. Но там тяжко было. Пытается дотыгать. Т4. И. Воу. Хорош. Мульгольд. Как хайкрашнул. Ага. Так. Хит-дэш использует. И. Хит-дэш. Найс. Конфирм. Один пиксель остается. И хэт-батом на Оки Зэме дожимает. Мульгольд. Ух. Не стал перележивать Черебери. Эээ. Манга. Соответственно. Сразу стал подниматься. И тут же на Оки ему прилетел хэт-бат. Угу. Оп. Дайв-кик. Найс. Лоу. Еще. Контер-хит. Хорошо. Ой-ой-ой. Угу. Найс. Хит-бёрст. Активирует. И ломает. Угу. И ломает. Пол. Найс. СБМ. Ах. Промахивается, к сожалению. А. Перри. Использует мульгольд. И вовремя остановился. СБМ. И ломает Пол. Еще раз. Угу. И хит-таймер есть еще у СБМа. Окей. Найс. Конфирм. Отлично. Убивай. Хорош. Все четко. Все очень ровненько. Угу. Д4. Стрейд. Окей. Хороший сайд-степ был от мульгольда. Но не хоп-киком наказал. Кстати, он не листнул хоп-киком наказал. Лоу. Ага. Джеб. Здесь уже такой мейнгейм подключается очень серьезный от игроков. Кантер-хит. Найс. Конфирм. От мульгольда. Оп. Ха-ха. Хеллсвипом встречает. Ничего себе. 1-0. Пользуя мульгольда. Угу. Ну что, друзья. Шизофреник вылетает из турнира 2-1. Он проиграл Тетсу. Ну, жаль, конечно. Но, наверное, это, в принципе, ожидаемо такой, знаете, момент. Жаль, не увидим мы веселого Йошемицу. Угу. Д4. Отвечает СБМ. Контр-джеб не встречает. О, хорошо. Поблачил лоу. Наказал. Осенгл 4. Ага. Джеб. Д2. Хорошо. Мид. Окей. Просит. 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 Хорошо. Контр-хит. И есть конфирм от СБМа. Угу. Хорошо. Оп. Хит-дешт активирует СБМ. Так. Ой-ой-ой. Хит-смэш. Микс-ап. Ой-ой-ой. И пиксель остается. Найс. Д1 перебивает. И уху-ху. Закомбейчил мульгольд при помощи лоу. Ага. 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 На сайдсепе. Смотрите. Поймал на электрик СБМ. Именно потому что правой рукой этот электрик делается. Соответственно он поймал сайдсеп влево сейчас. Впритык. Потречило немножко совсем. Бросок рвет. Хит-биост активирует СБМ. Очень осторожен он с этим кемпо Так, волк раш И теперь хит есть и у Мульгольда Паниш, ооо, как рискнул Мульгольд, а Ничего себе Ну тут, конечно, ожидаешь, что он сделает в такой ситуации хитбёрст Но нет Трейд Окей Д2, вот это Такой затяжной Д2 влетел Угу Хорошо, поймал кемпо сейчас череба реманга При помощи хит энгейджера Электрик Еще мид Хорошо И очень много лоу пихает Мульгольд Обратили внимание А вот сейчас кемпо отлично зарешало Хит энерджи Получает Мульгольд Так Хит энгейджер Оп Д4 Д4 Нет, вифнул Хорошо Отбэкдэшил черебери и наказал Джеб, джеб, джеб Ага Так, ранник 4 Наказывает Да Отличный паняэш от Мульгольда Рош, прочитал он этот лол Угу Хитбёрст активирует Окей Плюс Хитдэш Да ну, Рейчард полез Не полез Мульгольд И наказание И наказание Да Напоминаю, что Бросок Наказание На Рейчард Нельзя Порвать Никак Хорошо, лол Включает Это матчпоинт Для Мульгольда Мельгольд Хорошо Достает И конфирм Через хитдэш 1-1 Ну что ж Кстати говоря В лузерах Син меж тем Убрал Из турнира Кейна Эн Тренча Угу С лоу Начинает Мульгольд Так Угу Еще лоу Очень много лоу делает Заметили Мульгольд Себем тоже это заметил И поэтому Сейчас просто Хлупкик всадил Ага Так Лусы Хитбёрст активирует Черебриманга Ага Хорошо На сайдстепе Поймал Все-таки Мульгольд Но тем не менее Хотя казалось бы Вот по анимации Как будто уже Смог от сайдстепить И не должен был Этот лоу Черкать Угу Так Дайвкик Хороший очень Молф Хоу Лолф В кандер хит От молголда Ага Протаскивает Так Джебджеб И в кандер хит Хорошо Д2 Делает Себе Рискованный Довольно В данном случае Лев Ах Нет Второй удар Не зашел И поэтому Выжил Черебриманга Но Хеллсвип По блоку Ударил Себе Понадеялся На свой Хеллсвип Прочитал Это на мере Мульгольд Наказал Тройками Машет Мульгольд Еще Дейвкик Хорошо Рвет Бросок Мульгольд Оп Ага Хитберст Активирует Черебриманга Так Ответный Хитдэш Есть плюсы И ответный Хитдэш Хорошо Панеш Отлично Лоу поблочил Наказал И все равно Лоу делает Мульгольд Угу И Д2 наказывает Хорошо Лоу еще пропускает Себе Матчпоинт Для Мульгольда Ага На этот раз Лоу поблочил И наказывает Восценингом Ааа Дропает Себе Как так Что это за дропы такие Ах Хорошо Дахнул сейчас Мульгольд И неплохой кофер Холминг Гарантия И Вау Отлично Лоу перри От Мульгольда Ага Найс И чуть-чуть КП остается И лоу на Окиземе Себе Пропускает Таким образом Мульгольд Забирает этот бой И выходит В топ-8 По венерам Ну что ж Себе Еще предстоит Побиться В лузерах Нормально Нормально Так На кого там падает Себе А Пока не на кого То есть у него еще нет соперника В лузерах Пока что В лузерах Довольно много матчей Мы кстати увидим на стриме То есть там 8 матчей на стриме Мы увидим Что в принципе соответствует Ну наверное Времени Которое уделено Топ-24 То есть оно Типа Еще будет длиться 2 часа Ну Примерно 2.20 Ну что ж У нас впереди Следующий матч Это Кокома Да? Нет Это не Кокома Это Кинг Грай Против Маннджи Ну что друзья Кинг Грай Нас удивил Своей игрой За Аску Очень Очень Сильный Камбэк Был от него Ну и Маннджи Это корейский Игрок За Маршала Лох Матч за выход В топ-8 Ну Кинг Грей Конечно Хорошую Очень Хороший Матч Убрал Дабла 2-1 Причем Очень Очень Близко Матч Буквально Последний Раунд Зарешал Ну и 2-1 Против Айоричи Тоже Крайне Близкий Матч У него Какие-то Вообще Что же Касается Маннджи Игрок За Маршал Лох Как мы Уже Отметили Убрал НРС Лозера Это Игрок Из Пакистана И Убрал Получается Тетс Лозера Значит Поехали Наверное Один из последних Или последний Даже представитель США Оставшийся На турнире Посмотрим Д2 Поблочил Наказал Слайдом Маннджи Интересный Момент Для паниша Привет Привет Лол Пускает Ф4 Машет Кингрей Хорош Прочитал Этот слайд Сейчас Кингрей Напоминаю Уаски Ф4 Это плюс На блоке Но Это Хай Ох Контерхит Как заходит Маннджа Есть там ферн Через Скиндэш И смерть Ей Нормально Дабл Нет Еще пока Не вылетит Мы его Увидим На стриме Плюсы Так Паниш Ага Есть паниш Через хит смеш От Маннджи Ломает он стенку Есть продолжение Хорош Еще стенка И еще волсплат Просто жесть Посмотрите на дэмэдж Просто посмотрите На этот Сладкий домочище Ох Да Ужас Вот такой вот Вив паниш Вам Больше чем на пол хп Так Один Три Машет Так В четыре Ага Канкан Окей Стенка Жесть Охп Плюс На блоке Так Микс Наказывай Ой-ой-ой Не тот Паниш Был Не тот Хитбёрст Активирует И один пиксель Остается Д четыре Всаживает Кингрей Там уже чистый микс Конечно же Плюс Хорошо FF3 В кантер хит Гарантия Да Ждал Ждал Ну вы посмотрите Доделал Так Так Ой-ой-ой Плюсы Плюсы Еще плюс Воу Как Хоп Как флип Этот Флипом Залетает Сейчас Манк же Он буквально Почувствовал Это окно И показывает язык 1-0 Штекен Я не играю На клаве И на геймпаде Не играю Ну что ж 1-0 Кстати Это интересно Неон Кай Убрал ДФП С турнира 2-0 Честно говоря Очень неожиданно Все таки От Стива Фокса Из Франции Я только больше Ожидал Ну ладно Как говорится Наши ожидания Это не наши проблемы Нет и не на хитбоксе Что Сайдстеп 2 Поблочил Наказал Напоминаю Сайдстеп 2 У Аски Это очень хороший мув Для того Чтобы убегать От всяких Линейных мув Ой-ой-ой Хит-енгейджер Волл-склад Хорошо Хит-дэш Окей Отличный конферн Но спин-киком Поднимается Хит-дэш Активирует Свой Манджо Трейд Нет Никому не дал Преимущества Хорошо Порвал бросок Окей Доделал Последний удар Тихо Тихо Ой-ой-ой Нет Аааа Ударил Лоу Ударил Лоу Манджо И Рейдшард Заходит От Кинг-Грея Жесть Это было забавно Вау Сайд-степ И Виф-паниэш Отличный От Манджи На стенку кладет Волл-склад Получает Еще и Хит-берст Всаживает Ох Пол-хп Уже нету Кинг-Грея Сходу Не может он От стенки Отойти И просто В перфик Добивает Его Манджи Что-то Супер-быстрый Раунд В ответ 1-2 И заряжаем Ф3 Ах Хорошо Ведь дакнул Но не наказал Нормально Манджи И сайд-степ 2 Хит-енгейджер Получает Кинг-Грей Хит-берст Активирует Манджи И еще Один сайд-степ 2 Есть Конфирм Через Хит-дэш Оп-оп-оп Анбокабал Вау Обманочка Обманочка От Кинг-Грей Вот это разводило Нормально Бросок Не рвет Кинг-Грей И за это Получает Стенка Восплат Тэн-тэн-тэн Тэн Господи Оп Оп-оп-оп Оп Хорош Лол О господи 6 Что-то еще Один Перфект Мы к слову И Джун Сегодня видели Хорошо Отличный Конфирм Ага Стенка Вау Отличный Конфирм Прямо От Кинг-Грея Был сейчас Ага С воздуха Замирает Но спринг-гиком Поднимается Кинг-Грей Вау Отсайд-степил Наказал Ф2 своим Угу Так Так И гарантия Обманул Отменил Ф3 Вниз 1 плюс 2 Сделал И гарантия Ф2 От Аски Один-один Молодец Хорош Ух Сохранил Хладнокровик В такой ситуации Несмотря на то Что Счет-то Был 2-2 По раундам Последним бою И причем Эти 2 раунда Так легко Забрал манджа 1 плюс 2 опять сайт степ 2 заходит гарантия еще вы посмотрите прессинг прессинг всаживает флип господи манджа чё делает а хитбёрст активирует отлично окей да ждал ждал и великолепный паниш от манджи просто великолепный плюсы ты-ты-ты-ты-ты плюс бросок рвет паниш он был готов не наказал не успел ой-ой-ой b3 нету паниша но ладно дожимает манджа там видите b3 очень далеко сделал кин грей поэтому там еще надо умудриться добежать до ох полез на третий удар сейчас кин грей получив контр-хит при помощи лоу перебивает power crash манджа контр-хит хитбёрст активирует кин грей ай дропчанский дропчанский ну еще и натолкнулся на второй удар кингрей да где наказание нормальное и еще один сайт степ 2 конферен через хит дэш хорошо хорошо и стенка отлично блокаболт да ну и это там блокаболт зашел боже мой это такая жесть была сейчас я брейк бак и фавор ди оки я лайк хит смеш ага кам кам ой-ой-ой хорош кингрей и анбоком на этот раз не сработало манджа манджа не повелся второй раз да ну рейчард ох-о хит сайт степ был сайт я я вам гарантирую маски думал что этот рейчард будет заряжать Кинг-Грей, поэтому он сайдстепнул. Он сайдстепнул и из-за этого получил. Сначала надо было блочить, а потом уже сайдстепать. И это матчпоинт для Кинг-Грея внезапно, да? Ой-ой-ой, хорошо. Контерхит, плюс на блоке. Лоу. Дважды лоу делает. Хит смеш в ответочку. Поблочил все. Мангджа. Так. Так. И это смерть. Это смерть. Если не дропнешь. Если не дропнешь. Ах, чуть-чуть пиксель остается. Вау, поблочил слайд. Господи. Кинг-Грей. Да почему у него такие потные бои? Просто жесть. Он выходит в топ-8, друзья. Топ-8 по Венера. Ничего себе. Кинг-Грей. Это фантастика. Он убрал Мангджу в лузера. Жесть. Он убрал Мангджу в лузера. Дабла в лузера. И Айоричи в лузера. Он сделал винстрик. Три победы просто. И все три очень тяжелые. Очень тяжелые победы. Но Кинг-Грей вышел в топ-8 по Венера. Но это фантастика. Это фантастика. Браво. Браво, Кинг-Грей. Мега результат. То, что он уже вошел в топ-8, это очень сильно. Молодчик. Очень сильно. Хороший бой мы увидели. Но вообще, вот каждый из трех боев, которые мы все, мы все три боя Кинг-Грея увидели сегодня. И в каждом из них он очень близок был к тому, чтобы вылететь в лузера. Но, тем не менее, каждый раз каким-то образом выгрызал победу. Буквально. Друзья, мы возвращаемся с вами на турнир VS Fighting 12. Соответственно, это мастер-евент в рамках Tekken World Tour 2024. Мы смотрим с вами Tekken топ-24. Соответственно, в топ-8 уже прошли Мульгольд, Раев и Кинг-Грей, как мы видели. И впереди нас ждет следующий матч. Это Гоусейн против Кокомы. Напоминаю вам, что Гоусейн это британский игрок за Маша Ла Ло. Что касается Кокомы, то это Фэнк-плеер и Драгунов-плеер. И скорее, соответственно. Вот. Ну и также мы увидим с вами несколько матчей лузеров. Кейски против Айоричи, Сан против Дабла, Нэон Кай против Тая. Вообще, у нас впереди по плану два часа еще два часа матча. Так что, увидим мы и Сина, и Черебери Манга, и Рангчу, и Мангджу, и Тетсу. Так что, мы все оставшиеся матчи, ну, если верить, плану увидим. Ну что ж, но впереди матч Гоусейна против Кокомы. Матч за выход в топ-8 по Венерам. Напоминаю вам, что по правилам Тэкин Волтура окончательный рейтинг идет сумма мастер, одного мастер-плюс ивента, результатов одного мастер-плюс ивента, двух мастер-эвентов, трех челленджер-эвентов, четырех доджа-эвентов. Соответственно, поскольку это мастер-эвент, то он дает достаточно большое количество очков. Ну и по итогу всех турниров 20 лучших игроков рейтинга получают квалификацию на финалы Тэкин Волтура. Ну, глобального рейтинга, конечно. Погнали! Фэнк или Драгунов? С Фэнка, по крайней мере, начинает Кокома, занюкнет сейчас своего волшебного зелья и поехали. Берк. Довольно часто выпадает эта арена. Ну и напоминаю вам, что по правилам Тэкин Волтура каждая арена берется рандомно. Каждый бой. Независимо от победы или поражения одного или другого игрока. С Лассейнгом 4 поднимается Кокома. Плюсами, Драгонхаммерами машет своими Ох, Гусейн, и хит-энгейджер влетает от Кокомы. Лоу, еще лоу, мид. Ага. Так, третий удар не стал доделывать. Хит-беш вместо этого от Гусейна. Хит-дэш, плюсы. Ах, почти наказал. Ну, порвал борцов Гусейн. Так много рассчитывает на свои плюсы на Драгонхаммеры. Мид. Чуть-чуть ХП остается. Очень осторожно Кокома пытается добить. Лоу. Паниш. Угу. Дождался этого ансейва и наказал. Очень-очень аккуратно сыграл сейчас Кокома. Паниш, хороший. Лос-энг 4. Хэдбат. Окей, БТ-опцы. Вот такие. Не такие опасные, мне кажется, как Текенисем, но эти, тем не менее, все равно опасные у Фэнга. Кантер-хит. Хорошо. Наказывай. Окей. Рискнул сейчас Кокома с этим лоу. Поблочил и запанишал Госсейн. Хорош. Плюсы. Трейд. Ага. Ух, отлично. Завив панишал через вниз вперед 2. Госсейн. Хитберст. Все это смех. Хитдэш. Убивай. Мхм. Да. Все непременно. Не прощает таких моментов Госсейн и хитэнгейджер получает лоу. Еще лоу. Вискнул на этот раз. Запанишал Кокома. Оп, оп. Вы посмотрите, он миксит, миксит этим стрингом. Пиксель остается и Госсейн забирает еще рау. Жесть какая-то происходит. Ага, плюс. О, хорошо, второй джеб залетел. Эк. Ага. О. Эй. Хорошо. 50 на 50. Слайз не угадывает Кокома. Пресет и лоу в контрхит. Уже от Кокомы. Очень часто в контрхиты залезают у игрока. Ой-ой-ой, как пропускает плечо Госсейн и конферн в плечо. Плечо в плечо через хитдэш. Так, по-фэнговски. Госсейн с хорошим госсейн с хорошим госсейн с хорошим госсейн. Ха, попкик поблочил Госсейн. Хорошо. Уже больше полсопа нету у Кокомы. И отличный сайдстеп влево и паниш через низ вперед два от Госсейна. И хитберст у него есть. Ну, наверное, убьет даже хитдэш. Ну-ка. Нет, не убил. Чуть-чуть хп остается. Так, так, хитберст активирует Кокома. Отлично, Лоу Перри и убивай. 1-0. Ох, Госсейн-то в ударе. Ну, че, хвалили-хвалили мы азиатских плееров, а теперь они сыпятся один за другим. Сначала ранг Чу, потом Мангже. Ничего, сейчас, Кокома за ними полетит влузера. Или родные стены помогают? Я тут подумал, может быть, Кокома нюхает этот васаби или какой-нибудь такой, знаете, как называется этот порошок, который, господи, тоже зеленого цвета такой. С едким запахом очень. Д-2. Контер. Ух, Ацет Степел наказал Гусейн. А, сейчас тоже сайдстепнул, но не наказал, не успел. Обратите внимание, как здорово. Сайдстепит Гусейн. Ого-го. Что-то все подряд уже пропускает Кокома совсем. И он в углу остается. Это очень тяжело выбраться. Так. Все, выбирается. Кокома тяжело выбирается. Лоу в контрхит. Угу. О, вот это выпрыгнул. Блин. Лоу. Хэтбат плюс. Ох, дожал. Дожал. Но, что-то на клей не очень похоже. Драгонхаммер. Еще Драгонхаммер. Драгонхаммер. Так. Д2. Лоу. Ой-ой-ой. Трейд в пользу Гусейна. Интересно, какой он лаунчер там всаживал. Хэтбат активирует. Хорошо. А, на стену не положил, к сожалению. Паниш. Ой-ой-ой. Да, лоу поблочил, наказал Гусейн. Хорошо. Хитдэш конферн. И, пить себе остается у Кокомы. Плюс. И Кемпоа. Угу. Хорошо. Хитдэш активирует Кокома. Окей. Найс. Дакнул. Дакнул Гусейн. И наказал. Наказал. А ведь Кэмбэк очень был вероятен, на самом деле. Вот это прыжок. Мне кажется, Гусейн сам немножко не ожидал, что так попадет. Угу. Хэтбат. Так. Дэдва. Ох, Кантерхит. Хорошо. Хоу. Вот это достал здорово Гусейн. Убивай. Матчпоинт. Угу. Гусейн играет так хорошо. Все идет в его сторону. Лол. Угу. Хорошо. Зайцепнул сейчас Кокома. Наказал через джебы. И хитдэш активирует. Найс. Дак. И найс. Паниш. Гусейн. Ой, красава. Хорош. Отлично. Чуть-чуть КП остается у Кокомы. Так. Хитдэш активирует Гусейн. Гусейн. Угу. Кантерхит. Убивай. Угу. Хитсмэш заходит. И таким образом Гусейн выбивает Кокому в лузера. Ну и что, друзья. Похоже, родные стены помогают. Ну, в кавычках родные стены, конечно. Три корейских плеера сейчас на наших глазах отправились в лузера. Три. Жесть. Сначала в лузера отправился Рангчу, его убрал Раев, потом Мангджа его убрал, Кинг Рей, А теперь и Кокома его убрал Гусейн. Ничего себе, ну прям такая тенденция интересная. И таким образом Кокома спускается в лузера к Сину, к тому самому Яшимитцу из Нидерландов. У нас впереди лузера. Остались только матчи лузеров. Это первый матч, я так понимаю, Кейски против Айо Ричи. Айо Ричи, напомню вам, это британский игрок за Лео, что же касается его оппонента, то Кейски это японский игрок за Маршал Ло. А, за Казуя, японский игрок за Казуя, извиняюсь, дабл Маршал Ло. Казуя против Лео. И победитель выходит в топ-16 на Тетсу. Он тоже бурстил на сцене несколько лет назад. Скажем, мы спросим, что они хотят Айо Ричи до конца? Когда они готовы, да, я готов. Я готов. И на другой стороне, Казуя леден, он не требует луна, луна, луна. Ну что ж, погнали. С таким вот полотенчиком приходит товарищ Кейски, чтобы протирать ладони, стик, все дела. Ну понятно, тут, оу-оу-оу-оу, пацаны, пацаны, а все нормально, у Ричи там на секундочку отвалился дуалсенс его, но видите, все нормально, все, они продолжают игру, хорошо, что до начала боя отвалился, ой-ой-ой, контр-хит от Кейски, есть хитберст, конфернг через хитберст, оп-оп-оп. Кантер-хил, ого, господи. Найс. Так, хитдэш, оп, плюс. Паниш, ммм, поблочил этот хеллсвип сейчас Айоричи, наказывает, на стенку кладет, отличный конфернг. Так, ой, как сайдстерпнул здорово, Кейски, хорош, прям был хорош он. И забирает раунд. Очень так близко все было. Второй бой. Второй раунд. Паниш, 24 есть, Айоричи, хорошо, хитдэнгейдж он активирует, поблочил лоу, но не наказал Кейски. Понял, что уже опаздывает, остановился. Хеллсвип, два хеллсвипа. Ой, как ошибается, на оке хотел плюс большой получить Кейски и ошибся сейчас, за эту ошибку наказывает его Айоричи. Окей, найс. Ха, второй удар, сам натолкнулся Айоричи. И в кантер-хит зашел этот второй удар. Ё-моё, стенка, волшплат. О, боже мой, и хитсмэш заходит от Кейски. Так, ломай. Рейчард будет? Да, да, конечно. Тут уже понятно, что нечего... Хотя, может быть и не убьет, кстати, возможно не убьет. Ну-ка. Нет, не убил. Оп. Но Мидом дожимает, все-таки Кейски. Все нормально, тут уже такая угадайка поперла. Стойка, пятая Ричи. 1-1-2. Вэвдэш, вэвдэш. 4-4-2. Ох, какого-то длэйл фопкик сейчас Айоричи. С этого... С этой стойки. Стенка. Волшплат. Окей. Угу. Свип с этой стойки. Видите, там миксап с этой стойки выпиливается. Пиксель остается. И хелл-свип, господи. И еще хелл-свип. Аха, Д4. Ударил Кейски сейчас, поблочил Айоричи и наказал. Наказывай. Наказывай. Угу. Хорошо. Ох, отлично. Сайд сцепнул. И хорошо наказал Кейски. Кейберст активирует. Окей. Наказывай. Да, конечно. Оп. Паниш, че? Ой-ой-ой. Хелл-свип делал сейчас Айоричи, но слишком далеко был при этом Казуэ, поэтому что-то как-то не очень это было. Насташа, 1-0. Нет, не за чем не слежу. Потом посмотрю. Запись. Не хочу отвлекаться. Ну что ж. Погнали. Так. Угу. Наказывай. Есть наказание Айоричи. Ага, лоу. Оп. Эх, остановился Кейски. Не поверил в свой Виф Паниш. Не поверил. Угу. Плюс. Так. Пиксель остается. И одно попадание. Хит смэш. Плюс. Но тут еще попробую выжить. Да. И... Хорошо. Д4 убивает. Айорич. А где Паниш? Оу. А Паниш это Хеллсвип. Это был сарказм. Конечно же, это был не Паниш. Ой, наказывай. Господи, как же ошибается Ричид, а. Что-то ошибка за ошибкой идет. Хорошо. И Оки. Не стал Хеллсвип, кстати, пихать Кейски сейчас. У него есть хит. Да. Хит таймер. Найс конферн. Через хит дэш и убивай. Угу. Все четко. Окей. Вэв дэш, вэв дэш. Ага. Хит энгейджер. Получает. Второй удар. Поблочил. Поблочил. Айорич. Так. Так. Хит таймер все еще горит у Кейски. Но не особо респектит это Ричи, я смотрю. Не боится лезть. Угу. Так. Так. Лоу. У вас энд 4. Ага. Окей. Хорошо. Ой-ой-ой. 10 секунд остается. Ох, как здорово. Хакрашнул сейчас Кейски. Нет, мид пропускает Айоричи. Не поверил. Он думал, что сейчас хеллсвип будет, видите. Ждал хеллсвипа, но в этот момент Кейски просто мид впихнул. Это матчпоинт для Кейски. А где наказание? Нету наказания через Электрик. Странно. Так. Сетапит стойку. Айоричи. Угу. Оп. Трейд в пользу. Ах. Кейски не успел закомбить. Ох, хит энгейджер получает. Айоричи. Ага. Хит дэш. И чуть-чуть КП остается. Ооо, Электрик. Дропнул? Угу. Хорошо. Кстати, возможно, это был действительно не дроп. Возможно, он именно что хотел зарисеть. Кантер хит. Ой-ой-ой. А Ричи как пропускает. Ну, дропает. А вот сейчас это точно будет дроп. От Кейски. Ух. Ой-ой-ой. Ну, че так Айоричи торопится, торопится. Спокойно. Это матчпоинт для Кейски. Ага. Кейски ждет, пока хит таймер сгорит. Да, сгорает хит таймер у Айоричи. Ау, блин. Такой вилф. Плюс. Ой, как опасно, как опасно. Д4. И присел под вторым хаем Кейски. Все это смеет, конечно же. Да. Нет, он не убил. Как так? Как так, Кейски? Это была победная комба, ребята. И он просто все запорол. Кейски запорол победную комбу. Боже мой. Как так? Как так? Я просто поверить в это не могу, друзья. Это что? Это что за порнография была сейчас? Это что за порнография? Ричи. Боже ты мой. Куда ты пошел, Кейски? Ааа. Он аркадный стик поменял. Смотрите, возможно, этот дроп был не просто так. Возможно, у него что-то со стиком случилось. Видите, он поменял, попросил Дабла его стик дать. Можно проверить Ричи? Ричи, хорошо? Господи. Но он просто на ровном, это действительно было странно видеть. Он просто на ровном месте, на ровном месте дропнул комбу. И эта комба была победная. Ну, то есть, смеет была бы. Он спасли Кейски, конечно. Он говорит, что... Видите, он сразу же пошел к Даблу и взял у него стик другой. Возможно, этот дроп был из-за технических... Технических, в том плане, что... Возможно, действительно стик подвел. Но, не знаю, тут сложно, конечно, судить. В любом случае, он проиграл этот бой, и это 1-1. Но все, больше ошибаться нельзя, друзья. Да, то, что он не на своем стике сейчас играет, Ну, конечно, это тоже, как бы, отрицательная для него позиция. Но, тем не менее, ничего не поделаешь. Если его аркадный стик козлит, то надо его менять, да. Такое бывает, к сожалению, что на аркадном стике, ну, плата начинает хандрить. Плата управления. И, соответственно, вместо одного... Я просто знаю, я с таким сталкивался. Вместо... Иногда, там, периодически, вместо одного удара другой выпадает. Ну, то есть, это такое действительно бывает. Охо, хит-энгейджер от Кейски. Паниш. Хороший сайдстеп вправо. Есть вив паниш от Кейски. И халсвив. Убивай. Найс. Ну, посмотрите. Начинает, по крайней мере, третий бой очень уверенно. Кейски 1-0 по раундам. Вот это всаживает свой... Хорошо. Свой электрик. Халминг. Вивдэш. Вивдэш. Хорошо сайдстепнул И есть вив паниш от Кейски Отлично вив паниш через хит энгейдж Вы посмотрите, ну просто он разошелся Хит дэш Вэйл стендинг 4, жесть Он 2 раунда просто уничтожил Сейчас своего оппонента Ну что, ребята, Кейски Он просто разозлился Он очень зол Хелсвей, вэйв дэш, вэйв дэш И стал ждать уже Айричи Хик, паниш Вэйл стендинг 4 есть Есть паниш от Кейски Хорошо Матчпоинт для Кейски меж тем Все, это смерть Это смерть, если еще не дроп Хелсвей по блоку Ну тут, конечно, вряд ли дроп возможен И убивает Кейски Друзья, 3 раунда просто почти в сухую Все 3 раунда забрал сейчас В третьем бою Кейски Неужели действительно это аркадный стик его так сильно подвел предыдущий Но сейчас он просто уничтожил буквально Айричи Буквально уничтожил Не дав никакого шанса в этом бою Это жесть, конечно, полная была Таким образом, Айричи Выбывает из турнира Он занимает 17 место Ну а Кейски выходит против Тетсу По лузерам Что-то это как-то вообще Жесть Возможно Ну я предполагаю Так, что вот этот аркадный стик У Кейски Наверное, наверное У него там вот По неизвестной причине, кстати Я вот не знаю по какой причине Плата начинает выдавать другие импуты То есть ты делаешь один импут Ну причем Там в тренинге и так далее Это может быть все нормально Но в любой момент Он может тебе дать другой мув То есть другой импут То есть ты нажимаешь одно Он прожимает другое И точно так же Он может дать И другой Не просто другой импут А как бы Несколько нажатий подряд То есть ты нажимаешь один раз Четко прям нажимаешь А он тебя может нажать два раза Или даже три раза Такое тоже бывает Я просто сталкивался У меня тоже аркадный стик Так Ну Дергается Нехорошо И это, поверьте, очень неприятно, конечно Это значит, что надо плату менять Плата управления Ну что, Штецу против Дабла Собственно говоря, это Клаудио Против Маршалла Нет Это у нас Матч за выход В топ-12 по лузерам Победитель уходит на Черебери Манго Ну что ж, поехали А, смотри-ка Начинает Он сква Сква ранга А, стоп Это Сайлент А, сорян, сорян, я не туда смотрю Да, действительно, это Сайлент На Тетсу вышел Кейски, как раз таки Я извиняюсь Угу Так, джеб, оу, хорошо Хитбёрст активирует дабл Найс, найс Ой, как жмёт-то он трейд Окей, окей Да ну, Рейшард Нет, не повёлся, дабл И наказывает, всё чётко Он был осторожен Эти ваши рандомные суперки, не по мне Ага Д4 И Драгонхаммером Жмёт дабл Напоминает плюсовый мув, хороший сайдстеп Вправо сейчас был от дабла, и вниз вперёд 2 на паниш Угу Хитбёрст активирует, ау, дропает Так, так Прэйсет Вау, отлично Лоу-пери от Сайлента Ага, стенка Возплат Ту-ту-ту Хорошо Плюс Хитсмэш Дейдин перебивает И паниш Через джеб Ух, Драгонхаммер. Казалось бы, отсетстепил этот Драгонхаммер, но нет, достал все-таки дабл. О, господи, как же прессит-то, а? Посмотрите, что делает, посмотрите, что вытворяет дабл. Ой, че мое, ну все жрет, кошмар. Паниш, в АСН4 есть. Ага, но есть и дроп, не знаю, печалька. Конечно, печально, когда так дропает человек. 1-0. Но победитель, да, выходит на черепель Манго. Второй бой. Погнали. О, отличное начало от дабла. Виф Паниш прекрасный. И на стенку положил. Болт сплат получает он. Лоу. Окей, и ох на сцепе. Господи, да все заходит. Ну вы посмотрите, он его разваливает только так. Ну все, смерть. Да, хит-дэш, конферм. Но надо признать, что никаких проблем дабл не испытывает. От слова совсем. Легко избивает буквально своего оппонента. И вниз вперед 2, наталкивается сам Сайлент сейчас. И еще и балкон будет ломать дабл дабла. А, нет, нет, не сломал. Тем не менее. Тем не менее, прессит он все еще. Хит-берст активирует Сайлент наконец-таки. И в контр-хит залезает дабл. Хит-дэш, есть конферм. Ага, хорошая комбуллинка. Есть воссплат. Отлично. 50 на 50. Не угадывает Сайлент. Ага. Ну что, хит-таймер есть. О, дабл миш тем. О, боже мой. Вот хит-енгейджер, микс. Плюс на блоке хит-смешем. Так. Второй удар, да. Матч-поинт для дабла. Ну, не знаю. Здесь только чудо может помочь Сайленту, если честно. Ох. Этой агрессией просто задавил уже дабл своего оппонента. Хит-берст активирует Сайлент. И просто Д1, посмотрите, в плюс. Бьет дабл. Так, все, сжигает свой хит-таймер. Ай-яй-яй. Найс, залезает дабл. Окей. Лоу. И чуть-чуть хп остается у Сайлента. Мм, здесь виф-паниш. И лоу на Окиземе. Ну, изи. Изи, ничего не скажешь тут. Сложно было даблу хоть что-то сделать. К сожалению, уровень не его. На черепе Манго выходит дабл в итоге. Ну что ж, у нас впереди следующий матч. Это Кай против Неон Кая. Напоминаю, что Тай это Брайан Клэр. Ну а Неон Кая, это игрок за Джун как раз таки и за Азусену. Ну, в прошлый раз контрпик на Азусену принес ему победу. Посмотрим на этот раз как будет. И, к слову, победитель этого боя выходит против Мангджи. Это т why? И ты не можешь не тебе уйти. Ты не можешь ты завесить. 流ав-вэй. И ж таки, когда пошли. Вы же и я, ты не можешь, у нас все-веселить. Это, у него есть. И ты tens, у нас кайка, тело тачу, тело, тв леценски. И Азусену не тв. Это просто все-все. Ты не можешь даже спать, у нас только я, чтобы это все-все. Это все-все-все. Он вообще-всессия. Он много. Он тоже работает. Вы все-все-все-все-все-все, В Лондоне. Так что будет интересно посмотреть, если Ньюблот в Neon K который был очень опытом в турнире. Он действительно построил свою уверенность. Он может взять это? И что я тоже люблю, что он использует различные камеры. Брайан, Джун. Гол. Он как-то противопоказал, что его противопоказал. Да, он способен подключить это. По крайней мере, надо держать в голове, что товарищ Neon Kai еще имеет в запасе Азусена. Так что... Ну, Перри против Брайана работать не будет. Не тот персонаж. Мои... Хорошо. Так... Паниш, отлично. Хорошо поблочил, наказал, но хитбёрстом не дотянулся Neon Kai немножко. Однако все равно все нормально. Себе хп восстановил. И хитбёрст в ответочку от Тая. Бросок. Нет, рвет бросок. Тай. И пиксель остается. Оу! Да, он как будто прочитал Neon Kai, что будет сейчас орбиталка, поэтому так остановился этих нищин и завив панишал. Ох, начинает трейд в пользу Тая. Тая. Угу. Окей. Найс. Ох, мой бог. Он пытался что-то весело. Ах, задалейт. Хотел Neon Kai. Вау! Вау! Он еще альпаки там заодно прописывает Тай. Не только Джун, а альпаки. Хит Дэш. Конфирм. Так. Чуть-чуть кп остается у Neon Kai. Перри. Опять рассчитывает на это Перри. Д4 дотянулся. Тай. Угу. Наказ... А, нет, наказание. Вау! Сайдстеп. Хорош был от Тая. И отличный паниш. Угу. Хит Дэш активирует. Хорошо, на стенку положил. Ах, хотел балкон проломить. Не получилось. Однако, еще один волк вклад. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Печалька. Хит Дэш. Конфирм. Не убьет, но близко будет. Плюс. Див паниш. Неон Кай есть. И Хит Бёрст активирует свой. Ох, как натолкнулся на контр-хит Тай. Это шанс. Это шанс для Неон Кая. Будет ли Рейчард делать? Нет, не стал. Окей. Лоу. Д4 не убил. Ох-хо-хоу. Закомбечил Неон Кай сейчас. Каким-то чудом. Жесть. И снова. Контер-хит залезает. Бросок не рвет Тай. Немножко потерялся Тай от такого. Угу. Посмотрите, все ест. Просто все. От и до. И опять контр-хит. Да что ж такое это, Тай. О боже мой. Хорош конфирм. От Неон Кая. Ну вот посмотрите сколько Тай съел контр-хитов. Их нереально много было. Просто нереально. Чего ж он так прям жрал. Да. 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 Ну что ж. Начал по крайней мере Тай хорошо. Но вот чем дальше, тем больше он лез в Контер. Чужой. Чужой плюс причем. Ага. Хорошо поблочил. Наказал Волстейнгом 4 Неон Кая. Но хит энгейджер получает. Тай плюсы. Окей. Вау. Хороший сайдстеп был. Для 4. Лоу. Окей. Хорош. 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 Угу. Бросок в Контер. И. Второй удар. Контер-хит заходит от Тая. Ага. Убивай. Машингон пау. Панч. Норм протаранил. Хе-хе-хе. Ма. Ох. ММ. Мм. Не, не наказал. Ух. Ух. Так. Так. Лоу. Угу. Отлично. Лоу перри от Тая. Найс. Хит бёрст активирует. Так. Так. Голубой. Он кенцел, вы посмотрите, и хит-свэш повлочил все Неон Кай. Бросок рвет. Ох, как присел, но нету баниша. И вот он, машин-ган патч, конферн. Одно попадание нужно Тай. Хит-берст активирует Неон Кай. Так, так. Респектит, респектит на этот раз. В прошлом бою наелся контр-хитов Тай, поэтому в этом бою смотрите, как он респектит. Есть паниш, видна Тай орбиталки. Достал на этой дистанции Неон Кай. Наказывай? Нет, опоздал. Ой, господи, что это за F2 был по блоку сейчас от Неон Кая, да. И справедливый паниш от Тай. Окей. Хорошо, бросок. Этот бросок, кстати, проламывает пол, поэтому бросил. Тай всегда двигается, всегда готова к сайту. Ммм. О-хо-хо, хорошо набейтил Неон Кай. Так, и ломает пол. Да, все, это смерть. Если ничего не дрогнет, конечно. Так, хит-берст. Да. Хит-дэш. Да. Ах, почти убил. Но тут 3 секунды осталось, здесь нереально камбэк. Да, все, что нужно было Таю, это не лезть. Не лезть в контр-хит, чтобы не пропустить какой-нибудь рейдшард, не пропустить контр-хит комбо, рейдшард и так далее. Все нормально. 1-1. Будет ли на Азусена менять Нэн Кай? Гораздо осторожнее, конечно же, стал Тай. И Азусена берет, да, контр-пикнул. Но это хорошо, потому что Тай должен понять, как быть Азусена. Я имею в виду, это просто 1-1, да? 1-1, и также, это Нэн Кай, основной персонажей. Да, да. Ну, давайте посмотрим, как это работает. Медленно-седжи сейчас. Вифаниш, есть часть джеба от Нэн Кая. Окей. Оу, хит-энгейджер. Найс, лоу. Машинган панч, есть конферма от Тая. Хорошо дакнул, блядь, второй удар. Но ничего не сделал. Активация, хит-бёрст. Окей, по-моему, орбиталку выбил сейчас Нэн Кай. Панниш, хороший панниш от Нэн Кая, убивай. Отлично, вот это махнул Тай, из-за этого получил. Стрейт, и... Отлично, лоу-пери от Тая. Прочитано. Стенка. Тек. Лоу. Ух, господи. Ой. Ой. Еще лоу. Хит-бёрст. Активирует. Хит-дэш. А, ответный хит-бёрст от Нэн Кая. Окей. Панниш. Хороший. Иван ранен. И еще. Плюсы. О, господи. Ой, как полезто Тай. Хотел отсет-степить, и оказался на бомбе в итоге. Матч-поинт для Нэн Кая. Ну, что это у него? Азусена, это волшебная палочка-выручалочка, что ли? Так, ну. Ага. Хит-бёрст активирует Тай. Стоянь гиком поднимается. Тихо. Трейд. Ой, плюс. Так. Хит-смэш. Тихо, тихо. Не лезет Нэн Кай. Ил. Нет, порвал. Смотри. Тай. Гарантия. И. Ой, как полез. И Рейчард, всаживай. Угу. Ой, красава. Хороший камбэк от Тая был. Сейчас Рейчард дает. Окей. Ух, дожимает Тай. Все-таки он был на грани поражения сейчас. Просто на грани. Лоу. Еще лоу. Контерхит залез. Контер джебом. Хорошо. Ой. Угу. Лоу в контрхит. Хорошо. Подтверждение. Хитберст активирует. Окей. Фиддэш. Ага. Ууу. Просто вниз вперед два. Вы видели? Господи. Вот это на реверсе лежит. Жмет Нэн Кай. Главное заходит. Окей. Есть конферн через хитберст. Ой-ой-ой. Ууу. Полез. О, боже мой. Так. Так. Не убьет. Пиксель остается. И. Это Таун Кенсел. Было Тая. Матчпоинт для обоих игроков. Ух. Как все близко Таун. Лоу. Еще. Ой-ой-ой. Мид. Хитберст активирует Тай. Джебы. Угу. Плюс. Тихо. Хорошо выбивает Нэн Кай. Окей. Лоу. Мид. Еще Лоу пропускает. Плюс. Ой-ой-ой-ой. Ох, сцепнул, но не наказал Тай. Бросок рвет. Ага. Хитберст использует Нэн Кай, чтобы выбраться от стены. О, хорошо. Выбил. Тихо. Тихо. Неон Кай. Жесть. Ох, Хитсмэш. Не угадывает. Боже мой. Хитсмэш. Саживает Нэн Кай. И он выбивает Тая. Жесть. Че творится, ребята? Че творится? Таким образом, Нэн Кай выходит в топ-12 по лузерам против Мангжи. О, смотрите. Его тут фотографируют. Симпатичная девочка-фотограф. Вот. В таком красивом платьице. Итак. Таким образом, в топ-12 Кокома вышел против Сина. Чериберри Манга против Дабла. Мангжа против Неон Кая. И Рангчу ждет своего оппонента. И это будет либо Кейски, либо Тэтсу. Собственно, сейчас мы увидим этот матч. Кейски против Тэтсу. Соответственно. Это будет Казуя против Клаудио. Тэтсу напоминает и немецкий игрок за Клаудио. Ну, Кейски мы увидели, конечно. Это японский игрок за Казуя. Матч за выход в топ-12 по лузерам. Победитель выходит против Рангчу. Кстати говоря, Кейски опять, смотрите, взял свой аркадный стик, который у него был. Ну, то есть, вы помните, против Айричи он доигрывал на стике Дабла. Сейчас он снова свой взял стик. Не знаю, может быть, он в перерыве что-нибудь там подкрутил, там, я не знаю, на стике. Но вы посмотрите, с таким серьезным прям видом он проверяет кнопки свои. Потому что сейчас, конечно, это важно. Не надо забывать, что это мастер-ивент. Не надо забывать, что здесь очень много очков в розыгрыше Тэккен Вортура. И также не надо забывать, что очень много сильных игроков здесь не присутствует, потому что они на Лэшченсквэльфере и Спорт Ворд Капа. Они не связаны с тем, как они делают определенные вещи. Ты знаешь, БАК-1, супер-серприз, чтобы остановить хоп-кик. И еще один большой движок, как Каудио, у него много хороших инструментов, чтобы работать с ним. Да, да, маленький движок, но каждый движок в этом движок в этом движок в этом движок в этом движок в общем-то хорошо. Внутри, как, апрейс, может быть, не так. Но это все равно есть использования, да? Все движок в этом движок, естественно. Это Клаудио против Казуи. Погнали. Слишком много стоит на кону, скажем так. Чтобы тут как-то рисковать, экспериментировать. Дьявольское сюжетное противостояние. Гоу! О, господи, сразу же начинает. Здорово Тетсу. Плюс. И вы посмотрите. Ноу респект. Никакого уважения этого плюса. Сразу же влазит своим хоп-киком. Наказывай Тетсу. И хитбёрст активирует Кейски, но тем не менее поглотил. Успел пауэркраш прописать Тетсу. И первый раунд просто уничтожает буквально. Паранин два. Тек. СТ-4 встречает Кейски. Угу. Так. Лоу. Хорошо хоуминг. Ответный хоуминг. Окей, 1-1-2. Найс. Хеллсвип. Ну так, рискует Кейски. Оп. Оп. Хитбёрст активирует. Но отменил. Отменил Кейски активацию. За это получил сейчас хоп-киком. Зачем он отменил? Ведь можно было... Не так уж далеко был Тетсу. Неужели он подумал, что сайсцепнет? Ой-ой-ой. И Рейчард. Я не ожидал. Я думал, что это было предоставлено Рейчард. Но, кстати, не знаю. Мне кажется, зря все-таки Кейски отменил. Но, тем не менее, 2-0 уже по раундам. Есть лифт паниш. Через 1-1-2. Вот Кейски. Хорошо. Валранин два. Окей. Еще. Хорошо. Сайсцеп. 1-1. Но двойку не доделал. Мейкап тройка. Ой-ой-ой. Отличный дак. И великолепный паниш от Тетсу. Пайл Сынгунга. Ага. Хитбёрст активирует. Нет, не достал. Не достал. Но, тем не менее, хитсмэш все равно заходит лоу. И, таким образом, это 1-0. Пользуй Тетсу. Это как мы играем, мэр. Просто ровно хитсмэш. Я люблю Мордер. Я люблю Ютеку. Я люблю Ютеку. Особенно, когда Майкл Каратаре хитсмэш все равно заходит лоу. И он делает 45 дамы. Тетсу говорит в японском? Я не знаю. Он пытается слушать его. Он пытается слушать его. Он пытается получать Текку. Он кажется счастливым. Просто ничего не говорит. Так аккуратно. Кейске так аккуратно складывает свой шарф с такой любовью. Что, как будто, ну, типа, от того, как он сложит шарф, как будто, знаете, игра его пойдет лучше. Это, знаете, как у спортсменов есть всякие ритуалы перед матчами важными. Что, типа, чтобы не сглазить удачу или, типа, того. Вот, может быть, у него что-то подобное есть с этим шарфом. Угу. О, хорошо залезает кейске. Лично. Ох, хорошо. Контер поймал. 1-1-1. Проверяет кейске. Ау. Пиксель остается. Тут одно попадание. Ммм. Господи, нету вив паниша от Тетсу. Д4. Вастанин 4 не достал. Как долго выживает прям Тетсу. Но все-таки Вастанин 4 долетел от кейске. Так, краешком хитбокса задел. Угу. Фанеш, да. Махнул, вифнул и это уже кейске не простил. На стенку положил. Волсплат получает. Олично. Ой-ой-ой. Ну все, заходит тот кейске сейчас. Хитбёрст. Что Тетсу? Просто explosion нажимает. Жесть. Ой, хорошо. Дакнул и наказал. Этот валранинг 2. Есть. Угу. Д4. Хорошо. Есть. Так, ладно, простил. Оп. Угу. Угу. Делит Тетсу понемножку. Ой-ой-ой. Есть паниш через 1-1-2 от кейске. Окей. Наказывай. Нет, не так должен был наказывать Тетсу. Трейд никому не дал преимущества. И хитбёрст активирует. Угу. Ответ и хитбёрст. Хорошее решение. Паниш. Ой, как ошибается Тетсу. И залетает на паниш кейске. Окей. Нет, тоже ошибается. Но 10 секунд остаётся. Тихо. Д4. И мидом дожимает всё-таки кейске. 1-1. Просто 3 раунда в ответочку. Угу. Сэйфи Блэк подошёл к Тетсу. Сэйфи Блэк подошёл к Тетсу. Что там советует? Меж тем я просто напомню, что Сэйфи Блэк-то уже вылетел. Он 17-е место занял в турнире. Знаменитый капли кейски. Ему надо как этому, как Токиди из Стритфайтера, надо рекламировать эти капли. Поехали. Оп, выбивает однёрочкой. Так, аккуратненько кейски. Хорошо. Офидэш в ВД. Оу. Хит энгейджер. Стеночка. Да. На стенку кладёт. Есть три волосплат. Тэ-тэ-тэ. Отлично. И ещё хеллсвик. Хит дэш. Прессинг. Один-дин влезает. Сейчас Тетсу. Ну, конечно. Ох. Докнул ведь. Паниш. Хорошо. Есть панча Тетсу. Но, тем не менее, дожимает кейски. Всё равно. Квадрань-два. Прессинг. Вот Тетсу. Паниш. Да. Ждал этого хоп-кика кейски. Квадрань-два. Бросочек рвёт кейски. Ну, на сайдстепе Электрик. Видели? Зашёл. Подтречил. Чуть-чуть подтречил вправо. На стенку кладёт. Волосплат получает. Кейски. Хорошо. Господи, куда полез? И сам не ожидал. Но, тем не менее, Перри при помощи... Эксплозн, точнее, при помощи этого хит-таймера. Ой-ой-ой. Как ошибается кейски. Он махнул джебом. И хайкрашнул Тетсу. Угу. Всё, убивай. Отличный конферн. И забирает раунд. Воспользовался этой ошибкой Тетсу. В полной мере причём. Холминг. А-а-а. Квадрань-два на Окизэме. Но кейски сидел и... Спокойно наказал. Угу. Так. 1-1. Хорошо. Есть паняж через джебы от кейски. Элсвей рискнул первый раз, по-моему. У-у-у. И хит-енгейджер заходит в мид. И лоу-хит-смэш. Угу. Замиксил. Трижды подряд кейски. Это матч-поинт для него. О-о-о. Элэкчик. О-о-о. О, господи. Вот этот прыжок. Странный. Угу. Так, конферн. Есть. Ещё хеллсвип. Ух, поднялся. Хеллсвип опять. Ну, вы посмотрите. Просто в наглую. Ой-ой-ой. Кейски миксит. Просто замиксил до смерти этими хеллсвипами, этими мидами. Кошмар. Ну, два-три раза хеллсвип сделать. Ужас. Ужас, конечно. О-о-о. Ещё один бой ему нужно выиграть, чтобы выйти в Топ-8. Блин, ребят, вы не замечаете, нет? У меня лично вот на Ютубе, я на Ютуб, короче, гружу видео, оно обрабатываться стало в разы дольше. Ну, раз в пять, а то и в десять раз дольше. Ну, капец, я вот загрузил видео, оно, написано было, видео в обработке. Если в РБ всё нормально, то, ну, хорошо, что нормально. Не, я не говорю, что в России всё плохо стало с обработкой. Может, это конкретно у меня единичный случай, я этого не исключаю. Может быть, это только у меня такая проблема. Но, как бы, проблема, у меня, по крайней мере, проблема такая есть. И мне это очень не нравится, что так приходится долго ждать. Ну, просто смотри, если... Ладно, хрен с ним, долго загружается. Это может быть из-за замедления, да. Но, если долго именно обрабатывается, то это же никак не должно быть связано с российскими властями, там, и так далее. Ну, что, друзья, Какома уже что-то там жует. Какома против Сина. Кстати говоря, Син — это нидерландский Йосимитсу-плеер. Речь именно об обработке видео. Не о том, чтобы заливать его куда-то там, а именно обработку. То, что заливается долго — это хрен с ним. А то, что обрабатывается, ну, 5 часов — это вообще что-то ненормальное. Ну, что ж, поехали. Драгунов. Или Фэнк. Кого возьмет Хоккама. Через VPN? Так у меня нет VPN. Заливать. Ну, что, Драгу? Берет. О, окей, да. Ты должен сломать первое, да? Да, это... Он будет... Нет, 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 нет. Что это... Что это? Драгунов как-то, как-то, как... Я вот говорю, у меня буквально три дня назад все быстро делалось. Ну, то есть, все, имеется в виду. Обрабатывалось быстро. Обрабатывался ролик быстро. Сейчас, вот сегодня, прям, вот конкретно сегодня, вообще долго обрабатывается. Прям очень долго. Поехали. Син, тот самый игрок, который выиграл кроссовер. Кроссовер это немецкий турнир по текену в рамках текену вортура, как челленджер-евент. Вот. Кстати, Кокума тоже челленджер-евент здесь выиграл, в Европе. Угу. Хорошо, хит-энгейджер получает. Е-2. И флэшпери! Куда полез? Помни, что есть всегда флэшпери у Яшимица. Лоу, господи! Как же пропускает Кокума, но дропает Син этот рейд-шарт. Эх, вот дает. Плюсы. Д-2, ушел от Д-2. Жесть, паниш. Да, Лоу чиркнул. Ну и наказал, какому сразу же плечом. Естественно. Естественно. Угу. Да, это нескакликнул. Так. Ну, как бы ты сравнил. Или Мортал Комбат 1, там 50 человек, или Теккен 8, ну, в рамках Теккен Вор Тура, там сколько? 200, 300 человек, или сколько там? 300 человек. Угу. Хороший хит-берст сейчас был. Вот Кокома. Хорошо. Протаскивает до стены. Волс-платик. Убивай. Второй раунд за Кокома. Кокома. Нормально так разогнался Кокома. Ой-ой-ой. Вайл ранен 2. Угу. Джеб-джеб. Оп. 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 Хорошо. Лоу-лоу. Д-2. Хит-берст активирует. Угу. Хорошо, ушел. При помощи спина. Син. Ага, рвел бросок Кокома. Спином активно пользуется Син. Но хит-смэш пропускает и умирает. Ок. Задумался Син. Задумался. Теперь Кокома даже не морщится, когда нюхает эту штуку. А нет, все-таки поморщился. Просто турниры по Mortal Kombat 1, они не будут иметь смысла без Pro Competition. То есть, пока они не объявят Pro Competition, то, как бы, все эти турниры, они, ну, такие, очень-очень небольшие будут. Хорошо. До сайт-степи. Ах, Flash Perry вифнул у Сина, но Кокома не был готов к наказанию. Че-то как-то пропустил, так, на сайт-степе Кокома сейчас. Хит-берст активирует Син. Найс, конферн. И... Отлично, Восплат использует. Угу. Еще и восстановил себе часть КП. Вы посмотрите, че делает, а? Син туда-сюда, летает, господи. Паниш! О, господи, вот это промахнулся Син. За это получил. Так, лоу, мид. Ага. Господи, все, все заходит, все заходит от Сина. Так. Ммм, хит-дэш. Найс. Хорошо, и убивай. Окей. Пока что не клеится у Сина. Кстати, это матч за выход в топ-8 по лузерам. Бросок не рвет Кокома. Угу. И еще бросок. Ну, он вот раз порвал, все нормально. Уже боится этот спин использовать. Есть паниш. Син. Хорошо, лоу-лоу. Флэш перри. Остановился Кокома. Обратите внимание. По чуть-чуть. И опять флэш перри. И со второго раза Кокома нормально наказал через хит-энгейджер. И прессинг. Плюс. На плюс рассчитывал этот Кокома. Бросил. Но, тем не менее, отошел. Успел отойти Син. И наказал. Хорошо. Останавливает вас. Останавливает 4. Бросок рвет снова. И вот оно, зловонное дыхание. И Шимитсу перегаром своим машет. Да, Д2 в трейд зашло. Найс дак и найс паниш от Сина. Ага. Хей, хей, хей. Там орут в зале. Ну, поскольку турнир-то в Европе. Естественно, за европейцев здесь топят. И такл. Нет, не рвет такл. Син. Хитберст активировал. Так. Так, хит есть. Да, хитберст твой активирует. Какома, Д2. И бросок. Ой, паниш. Как же прочитал этот слайд. Смотрите, Какома. И это матчпоинт для него. Оу. Мне вперед 2 в контёр. Над сильно заходит. Хитберст тут же активирует. Стенка. Волс флот. Отлично. Понадеялся он со своим флэшпери. А Какома был осторожен. Ждал чего-то подобного. Так. Д2. Хитсмэш плюс. И... Ну чё, миксы, миксы, миксы. Угадай-ка. Ничего. Ничего не выгадывает. Син просто плюсами Какома задавил. Буквально задавил плюсами. Ой, ой, у Какома аркадный стик упал. Боже мой. Коробочка сломалась. Дёрнул как-то так за провод неудачно Какома. У него... Его этот... Вастбокс упал и сломал вот эту коробку, которая сверху закрывала. Так что в топ-8 придётся походу со сломанной коробкой играть. Да, да. Лады. Ну и ничего, поиграет и так. Какома. Таким образом выходит в топ-8 по лузерам. И мы ожидаем следующий матч. Это Черри Берри Манго против Дабл. О, тут какая-то статистика даже есть, смотрите. Ничего себе. Седьмое место на Эворюши не занял. Номер 15 в глобальном рейтинге. Номер 4 в региональном рейтинге Кореи. Нормально. Ну, я думаю, что поскольку Какома будет завтра уже выступать, я думаю, что у него будет время проверить там аркадный стик. Ну, не стик, точнее. У него не стик. В общем, хитбокс на... На то, чтобы это все работало. Ну и его оппонент Дабл. Японский игрок за маршала Лоу. Первое место занял в Зэмиксапе. То есть, один мастер-вент он уже выиграл. На текущий момент, восьмое место в глобальном рейтинге, номер один регионального рейтинга Японии, участвовал в восьми доджо-ивентах. Напоминаю вам, что региональный рейтинг составляется из суммы шести лучших результатов доджо-ивентов регионалов. Ну что, погнали. Матч за выход в топ-8. Собственно, да. По лузерам. Поехали. Джин, маршал Лоу. Тут никаких сюрпризов. Ты знаешь, что такое, что мы видели так много лоу-плейеров сегодня, мэн? Лоу – это очень популярный персонаж, мэн? Ни одной Нины сегодня не было, а вот Лидии были. Так, лоу, паниш. У нас 4 есть на паниш от дабла. Пауэр краш. Хорошо, и есть подтверждение. Вейкап 4 от черебельманга. Активно нажимает, слишком активно. Сайдстепнул, сейчас дабл, и завив панишал здорово. На стенку кладет, вот сплот получает, и бьерд активирует. Лоу. Ага. Так, 50 на 50. Не угадывает СБМ, и от этого умирает. Раунд за даблом. Хорошо начинает дабл, очень агрессивно. Так, так. Бросочек рвет. Оп. Драгонхаммер, хорошо. Оу, Электрик всаживает СБМ. Найс. Сайдстепнул вправо. Садил на вив паниш, Электрик. И отличный конферм. Лоу в кантерхит. Драгонхаммер с плюсом тут же. Хитсмэш. Плюсы. Ну и тут, конечно, уже тяжело было от стены отступить дабл. Первый раунд. СБМ. Угу. Паниш. Хорошо. Прочитал этот слайд. Наказал его оценкингом 4. Протаскивает до стены. И его склад. Хорош себе. Сдал им месседжем, сделайте их рисковые опции. Да, я не буду сидеть там и просто взять слайд всю день. Ох. Ох, ты пытаешься спешить? Слайд на паниш. Ждал. Ай, нет, слишком рано. Слишком рано СБМ сейчас полез на второй флип. Оу, не делаем ничего. Драгонхаммер. Оу, дэддва в кантерхит. И хитбёрст активирует. Но пауэркрашем перебивает дабл. Хорошо. Оу, хитсмэш пропускает дабл. Окей, отлично. Хороший конферн. Хиттаймер есть у дабла. Но надо умудриться его активировать. Да, активировал хитбёрст. Да. Вот этот Б2, это очень хорошая штука у Джина для того, чтобы добивать. Мид хорошо продвигает. Ммм, хороший сайдвок влево. И напаниш электрик от СБМ. Хитбёрст. Активирует. Хорошо. И перри. Угу. И ещё и лоу. Найс. Но, да, чё-то как-то это странно было от дабла, видеть такое. Особенно в завершении этой стринги по блоку всей. Ну ладно. 1-0. Ну что ж. Ну что ж. Поехали. Нит. Хорошо. Еще. Чип-джеп. Лоу. Д2. И хит-бёрст активирует СБМ. Хит-дэш. Все, убивай. Ну так, как-то он даже комфортно себя начал чувствовать, знаете, СБМ. Начал на изище вывозить буквально своего оппонента. Как-то так легко. Угу. Хорошо. Лоу. Ой-ой-ой-ой. Жмет плюсами. И прочитал этот сайдстеп сейчас дабл. Видите, на сайдстепе как раз-таки поймал своего оппонента. Вейкап 4. И хит-бёрст активирует СБМ. Хит-дэш. Ага. Пиксель остается. Да, тут просто надо дожать и все. Угу. О-о-о. Ничего себе. Хорошо. Стенка. Волс-плат. Та-та-та-та-ан. Найс. Полный. Электрик еще. Хит-бёрст активирует. Успел. Хит-бёрст, но... Встретил его хит-смэшем уже черепой ремангой. Поэтому так перебил. Матч-поинт для СБМ. Так. 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 О-о-о. Хоп-кик. Отличный хоп-кик от СБМа. Не стало респектить до конца. И проламывает стенку. Хорошо. Хорошо. Пол-хп уже нету у дабла. Ну что, дабл, будет ли камбэк? Хит-смэш. Тут же всаживает СБМ. Хэл-свип и лоу. 2-0. СБМ забирает этот бой. И выходит в топ-8. А лузерам дабл же выбывает с 9-м места. СБМ делает это в лузерской стороне. Как ты говоришь, Манлайк. Попробовал так хорошо. С очень-очень-очень сильным джином. Какая перфоранска для СБМ. Я удивлялся, как доминантно СБМ был. Я делал очень-очень крутой матчей для СБМ. Так. У нас впереди следующий матч. Это Мангджа против Неонкая. Но, прямо скажем, Неонкая очень удивила. Выбив из турнира Тая. Это было довольно-таки интересно. Но, тем не менее. Сейчас, пожалуй, у него самые сложные соперники, из тех, которые были. Вспоминаю вам, что Неонкая это игрок за Джун Казаму и за Азусе. Ну, у него, как правило, она контрпик берет. Что же касается Мангджа, это еще один Маша Ло-плеер. Только из Кореи. Ну, посмотрим, как справится Неон Кайп. Хайпа он уже понаделал здесь много. Прямо скажем. Ну. В Симуле есть объем. На этот раз сразу Азусе наберет. Уже никаких первых матчей с Джун. Просто Азусе и все. Что он говорит ему? Что ты говоришь? Ну, не знаю. Или нет? Или это была шутка? О, он выбрал правильные костюмы. О, хорошо, хорошо, хорошо. А, говорит, это. Костюм не тот взял. Надо это самое. За Маршал Ло. Мангджа говорит, надо... Правильный костюм, это половина скилла. Поехали. Ай! Хорошо. Начинает присед мангджа. Хоп-кик, ага. Запанишал Неон Кай, как сумел. Отлично, прочитал этот слайд. Наказал. В последние четыре. Отличный паниш. Спринг-киком поднимается. И хитберст активирует мангджа. Ответ на хитберст от Неон Кая. Хитдэш. Отлично. И забирает онраунд. Окей. Еще и Рейдшарт впечатал. Мог бы просто одним ударом убить, но нет. Надо же красивый мультик показать. Реклама кофе. Ортис Фарм. Пейте кофе по утрам. Парам-парам, тарам-тарам. 50 на 50. Не выгадывает. Оп-оп, джеб-джебы. Хорошо, вот этот присел под хайм сейчас. Мангджа. Хитберст активирует. И пиксель остается. Хитсмэш. Чипует. Одно попадание. Одно попадание нужно. Ух. Захумно. Норм. Так. Оп. Хорошо. Полмин. Ой-ой-ой. Все, пропускал. Сейчас не он кай. Хитберст активирует. Мангджа. Угу. Так. Так, лол. И... Жесть. И хитсмэшем дожал. Ну так, когда в оборону уходит, не он кай вообще что-то плохо. Ооо, да еще и... Такие шансы дропает. Да. Это печально. Как-то нелепый прыжок был. Угу, есть паниш. Вот. Мангджи. Мангджи. Найс дак. И найс паниш. Хорош. 1-0. Нечего хай ударами махать своими хайстринг сериями. Что ж ты делаешь? Что ты думаешь, он говорит ему? Угу. Не отбавил. Не знаю. Ну, не знаю. Мне кажется, очень, очень тяжко будет этому. Что он говорит ему? Не уверен. Не он кай. Слишком как тяжело идет. Матч. Да, конечно, конечно. Хорошо, дай ему какие-то ответы. Давайте посмотрим, если Неон Кэй может обратить его сюда. Я уверен, что это был баллийский ответ. Да. Поехали. Поехали. Неон Кэй, он должен обратить его сюда. Да, дело в том, что он может это сделать. Он может это сделать. Мы видели, что он может это сделать. Мы видели, что он может это сделать. Угу. Ах, стал под последним ударом, Мангджи. Он мог зави-фанишить, кстати, если бы сидел дальше. Окей. Драгонхэмер. Так, плюс. Лоу, контрхит. Очень много лоу пихает Неон Кай. Оу, поблочил слайд. Ну, посмотрите, второй раз уже блочил слайд. У него будет какое-то чудье на них. Хорошо, на стенку положил. Лоу сплатит, получает Неон Кай. И да, на ойки зэме. Забил своего оппонента. Да, вы видели, Пан Лай, используя лоу в этой ситуации? Он используя лоу в лоу. Пауэр краш. Кей. Плюс. Кей. Ах, не достал на паниш. Чуть-чуть. Мог просто впечатать хит-беш на паниш и все. Но нет. Сейчас хит-беш активирует Мангджа. Ммм. Хит-смэш. Плюс. Ииии. Бросок не рвет Неон Кай. Как так? Хит-смэш. Да, нет, очень хороших игроков там тоже. Неон Кай еще в игре, но Мангджа просто начинает пить на паниш. Хороший блок. Ииии в остальном 4 на паниш. Ну, посмотрите, эти слайды прям, он их ждет. Либо ждет, либо читает. Есть наказание. От стены не может отойти пока Мангджа. Но Хиберст активирует. Хей. Ммм. Хорошо, слайд зашел. Ооо, как хит-смэш пропускает Неон Кай. И есть конферн. Ой-ой-ой. Больно, больно. Лоу. И второй лоу. Матчпоинт для Мангджи. Угу. Так, драгон хаммер. Хит-энгейджер. Окей. Окей. Угу. Пауэр-крашем залезает. Мангджа. Хорошо. Паниш. Ой-ой-ой-ой-ой. А сайт степел Мангджа и запанишил своим хит-смэшем. Изи паниш в одну кнопку. Ну что ж, таким образом, уверенная победа Мангджи. Как мы ожидали, для Неон Кая очень тяжеленная битва была. И из этой битвы победителем, видите, он не смог. Таким образом, в топ-8 уже вышли по венерам Мульгольд, Гусейн, Раев и Кингрей. А по лазерам Кокома, Черебри Манга и Мангджа. Ну и последний матч на сегодня, это Рангчу против Кейске. Напоминаю, что топ-8 будет завтра состоится. Вот, мы с вами будем стримить завтра топ-8 по Гилти Гирстрайву, Стритфайтеру 6 и Теккену 8, естественно. Теккен 8 закрывающий вент. Ну и, естественно, он будет позднее всех. Рангчу, победитель Second Wind'а, это Челленджер ивент. Номер 5 в глобальном рейтинге, номер 4 в региональном рейтинге Японии. 11 доджи ивентов он сыграл, жесть. Игрок на Куми, естественно. Ну, напоминаю, что в запасе есть Лидия, но на крайний случай. Ну и его оппонент, японский игрок за Казую, Кейске. Второе место на Сио, номер 18 в глобальном рейтинге, номер 6 в региональном рейтинге Японии. 9 доджи ивентов у него сыграны. Ну и еще было. Медведи, конечно, медведи. Медведи сила. Медведи сила, электрики могилы. Что, погнали. Ого, сыграет. Хорошее начало для Ранчу. Хит-бёршт активирует. Отлично. И посмотрите на дэмэдж. Просто посмотрите на этот дэмэдж. Это какой-то кошмар, а не дэмэдж. Ой-ой-ой, хит-смэш. Один пиксель остается. Ну, поугадывает тут, конечно. Игра в угадайках для Кумы начинается. Для противника Кумы. Хорошо. Поблочил, в СН-4 наказал. Девочка, ты имеешь в виду в таком белом платье, что ли? Да. Она фотограф. А я уже отмечал ее, кстати, ранее. Симпатичная. Оп. Два холл свипа. О, нет! Так, хит-бёрст. Ответный хит-бёрст. Ага. Так. Экспложен, нет! Зачем спамишь кейски? Да. Да, спамился. Ну, просто один хит этот сделал. Второй. О, боже мой. О, боже мой. Ну, вы посмотрите на этот дэмэдж. Это какой-то кошмар просто. Но это медведь, пацаны. Это медведь. И он сносит такой дэмэдж. Там под рейджем еще больше дэмэдж. Соответственно, сейчас рангчу и продемонстрировал дэмэдж под рейджем. С гарантией. Учитывая гарантию. Хит-энгейджер. Эта жопа очень много гарантий снимает у медведя. О, леща прописал. Лоу. Трейд! Нет, нет, никому не дал преимущества. О, вау. Ничего себе. Кейскик просто подбежал и электриком всадил электрик в медведя и тут же рейджард. Жесть. Собирает раунд Кейск. Че-то как-то это прям жестко было. Ох, второй удар зашел. Паниш. Хороший паниш. Через хит-энгейджер. Хелсвип и убивай. Вот я заметил, Кейски вот очень часто специально не доделают комбут для того, чтобы так заресетить. Так. Джеб-джеб, паниш, хорошо. И еще раз паниш от Рангчу. Хит-берст активирует. Хит-дэш. Прессинг. Наказывай. Да. Хелсвип поблочил Кейски. Наказал. Да нет, не во всех частях был урон такой. Хит-дэш. Окей. Здесь урон делается у него за счет гарантии. Ой, как махнул неаккуратно Рангчу и за это поплатился. 1-0. Кейски вернулся в борьбу. Неаккуратен был сейчас Рангчу. И вот буквально одна небольшая оплошность сейчас стоила ему боя. 1-0. Ух, как там сосредоточен Рангчу. И он будет брать Лидию? Да, он берет Лидию. Погнали. Лидия. Хорошо. Есть паниш. Ага. Ну, хорошо просит Рангчу. Хорошо наказывает. Бейтит часто. Почти наказал этот Вифт Элик. Почти. Там все равно тяжко вытянутся. Найс, конфирм. От Кейски. Ой. Хорошо дахнул. Хея. Лоу. В контур. Найс. Причем ведь... Сайдстепнул. Кстати, Кейски. Но вполне возможно, если бы он сайдстепнул влево, то он не сбежал бы. Угу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нет конфирманса этого хопкика Рангчу. Но вы посмотрите на этот прессинг. Хитбёрст активирует Кейски. Ага. Вэвдэш, вэвдэш. Но хопкик еще раз. И убивай. Окей. Просто превосходно. Ну да, он третчет. Но он третчет не так сильно, кстати. Фик. Оп. Лоу. Угу. Хорошо. Куда полез? Куда? Чего? Перфект. 1-1. Ничего себе, как быстро отыгрался. Жесть. Я бы даже сказал, легко отыграл. Таак, задумал Кейски, задумался. Но я чё-то не помню, чтобы он за кого-то, кроме Маршал Ло играл. Вряд ли он обдумывает контрпик. Ну чё, погнали. Да. Угу. Ну чё, последний бой. С сегодняшнего дня трейд. Пользу Кейски, но недоконфернил. Недоконфернил. Ох, господи. Угу. Хитбёрст. Активирует. Окей. Лоу. Д4. Ещё лоу. Угу. Всё, хитсмешен дожимает Кейски. Да. Отлично. Сайдстепнул и завивпанишал рангчу. Но почему-то он дропает. Так, есть паниш. Наказывай, да. Конечно, конечно. Хорошо. Стенка. Хитбёрст активирует Кейски. И холсвей. Ух, господи. Да, мой. Больно. Наказывай. Есть наказание. И до стенки не довёл. Он, видимо, рассчитывал на стенку положить этим панишем. Хитсмеш. Плюсы. 1-1. Паниш. Хорош, Кейски. Ой-ой-ой. Как же он флопкик этот задетектил. Увидел. Среагировал и запанишил Рейдшарта. Матчпоинт для Кейски. Нет, не матчпоинт. Ещё пиксель. Но дожимает. Дожимает. Ух. Жесть какая. А вот теперь точно матчпоинт для Кейски. Матчпоинт для Кейски. Так. Задалейл. Хорошо. Ди1. Оп. Есть паниш. Через 1-1-2. Кантерхит. Ага. Хитбёрст активирует Кейски. Оп. Оп. В СН-4. Хитбёрст. Ответочку. Активация. Паниш. Ой, как набейтил Рангчу сейчас на этот экспложен. Как же он набейтил. Нет. Дропнул, к сожалению. Так. Так. Оооо. Електрик. Заходит от Кейски. Боже мой. И это камбэк. Ну что, друзья. Рангчу выбывает таким образом. Жесть. Просто жеесть. И Кейски. Японский Казуя плеер выходит в топ-8 по лузерам. Вот это было, вот это было сильно. Ух. Ну что, ребят, таким образом. В топ-8 выходят следующие игроки, которые будут играть завтра. По венерам вышли Мульгольд против Гусейна. Соответственно, это драгонов, корейский драгонов и фэнк плеер. Гусейн это британский Машалло. Раев. Игрок за Джиной Саудовской Аравии. Выдет против Кингрея. Игрока за Аску из США. По лузерам. По лузерам вышли Кокома. Корейский игрок за Фэнга и Драгунова. Против Черри Бэри Манга. Корейского игрока за Джина. Мангжа. Корейский игрок за Маршалло. И выйдет он против Кейски. Японского игрока за Казую. Вот она сеточка. Завтрашнего ТОП-8. И тогда эта лузерская сторона тоже смотрит в стаку. Панлиф. Да. Это все азианские аферы. И лузерам раунда 1. СБМ против Кокома. И Кейске против Мангжа. Ух. Нормально. Четыре корейских плеера в ТОП-8. В итоге оказалось. Ну и в принципе четыре корейских плеера. Японский плеер. Кейски. Американец Кинг Рей. Саудовская Аравия. Раев. И местный герой. Скажем так. Го Сейн. Го Сейн.